И снова к теме международного женского дня. Праздник этот зародился в 1908 году из-за массовых протестов за права женщин. Но со временем он превратился в день весны. В этот день принято поздравлять женщин, дарить подарки, приглашать на свидание. Какие подарки мечтают получить представительницы прекрасного пола в областном центре? И что собираются подарить им мужчины? Об этом мы расспросили самих тверичан. В преддверии 8 марта мы решили пройтись по улицам города и узнать, какие поздравления и подарки хочет получить в этот день прекрасная половина человечества. Хотя бы цветы. Не знаю. Сюрприз. Неожиданный. Мы бы хотели учить хороших эмоций. Мы бы не отказались, если бы нас куда-нибудь свозили отдохнуть, например, на неопределенный срок. За 17 лет хотелось бы цветы. На 8 марта. Не знаю, наверное, хорошее настроение. Хорошее провести время. Цветочки. Тюльпанчики. Пионы. Было бы очень мило. От своих мужчин что я хотела получить. Слово ласковое. Это может быть духи, может быть халатик, может быть пижамка. Да просто цветы уже приятные. Букет из стадной розы. Ожидание наших прекрасных дам мы услышали. Теперь пришла очередь узнать, чем же на самом деле будут удивлять мужчины. Пряники. Либо какая-то выпечка. Она типичная для Твери. Вот я ищу этот магазин выпечки. И там буду покупать для своих женщин все эти сладости. Комплименты обязательно. Денежку подаем. Сами женщины что-нибудь купят. Цветы, соответственно. Ну и себя самого, конечно. Куда же без этого. Кольцо, цветы. Дорогим женщинам дорогие цветы. Красивые цветы. Улыбку, поцелуи. Всего лучшего. Цветы, шоколад, конфеты. И главное, любовь. Мы получили самые разные ответы. Но самое главное, пожалуй, это не стоимость подарка, а искреннее желание поздравить любимых женщин с прекрасным весенним праздником. И сделать это от всей души. Ну а мы от лица нашего медиахолдинга также поздравляем всех представительниц прекрасного пола с Международным женским днем. Пусть в этот день вас окружает море цветов, подарков, а самое главное, любви.